Господа, сегодня в видео я расскажу, как говорить девушке комплименты, чтобы это не выглядело странно. О, у тебя классная задница для азиатки. Мне обычно черные девушки не нравятся, но ты выглядишь хорошо. А ты прикольно двигаешься для такой большой девочки. Это, так сказать, двусмысленные комплименты. Усвоите, ребята, что людям не нравятся такие комплименты, где говорится об их расе, или о размере, или о чем-либо другом в этом ключе. Так вышло, что многие парни даже и не подозревают, что это двусмысленные комплименты. Они даже не замечают проблему, типа, я раньше так говорил, и все было в порядке. Но поймите, что это очень провокационные комплименты. И если вы будете продолжать так делать, то на свой страх и риск. Давайте позабавимся, ребята. Пишите внизу в комментариях самый лучший или худший двусмысленный комплимент, который вы говорили или слышали. Далее, и это очень важно, вы должны быть искренним. Комплимент должен быть настоящим. Если он идет не от сердца, или это просто что-то выдуманное, чтобы заполнить паузу, поймите, что она это почувствует и это обернется плохо, и вернется к вам в том же ключе. Согласно исследованиям 2008 года Японского национального университета психологии, у женщин в мозгу есть часть, которая отвечает за улавливание комплиментов. Это такая же часть мозга, которая отвечает за другие вещи, например, как вознаграждение. Но они очень хорошо настроились с этим, и могут отличить искренний комплимент от фальшивого. И как только женщины слышали фальшивый комплимент, он им не то чтобы не нравился, а вызывал отвращение. Проще говоря, когда комплимент искренний и настоящий, даже если он какой-то странный, то в целом он принимался позитивно. Так что, ребята, запоминайте. Когда хотите сказать комплимент, главное, чтобы он был настоящим. Чтобы комплимент не показался странным, сделайте его уникальным. Если это какой-то универсальный комплимент, как знаете, этот спам в почте, где просто меняют имя. С комплиментами то же самое. Если вы говорите комплимент ее волосам, ну если только на самом деле у нее отличная прическа, то используйте предыдущее правило – искренность. Но есть ли что-то уникальное? Если вы хотите сказать человеку уникальный комплимент, то вам надо знать этого человека чуть ближе. Скажем, вы вместе учитесь, и вы заметили, что каждый раз, когда она задает вопрос, то у нее это хорошо получается, или вам нравится ее акцент. Ну, в общем, есть что-то, что вы заметили. Вот это уже уникальное, и к тому же искреннее, а такая комбинация очень сильная. Следующий совет смотрите дальше, чем внешность. Понимаю, это не так просто сделать, я не исключение. Не знаю, это будто у нас часть мозга, которая схожа с наркотиками или алкоголем, которая заставляет нас чувствовать себя как-то иначе, и поэтому мы восхищаемся тем, что видим. Так что, когда вы говорите комплименты, связанные только с внешностью, то она это замечает. Тем более, если она красивая и часто слышит такое. И это не имеет такого большого значения, как другая ее сторона. Может, она умная и отлично ладит с людьми. Может, вы заметили, как она говорит, как ведет себя. Может, у нее есть определенный навык. То, что выходит за рамки внешности. Женщины очень к этому восприимчивы. Ребята, это подкреплено исследованиями. Оба университета SMU и Государственный университет Флориды исследовали женщин, находящихся в браке. Выяснилось, что когда женщины получали комплименты только за их внешность, то это начинало формировать чувство негодования. Потому что женщины хотят, чтобы их признавали не только за их внешние данные. Так что поймите, если вы будете только делать комплименты внешним данным и игнорировать ее другие качества, то со временем это будет иметь негативный эффект. Это исследование я нашел в ассоциации психологов. Выяснилось, что женщины с низким достоинством, которые часто говорят аффирмации по типу, что они красивые, привлекательные, может иметь наоборот более негативные последствия на их психику и самооценку, из-за чего они будут чувствовать себя хуже и еще более недооцененными. Так что если у вас страдает самооценка, скажем, вы не первый красавец, тогда найдите другой способ себя похвалить. И хватит так много внимания уделять внешности. Далее Guns N' Roses знают, как делать комплименты женщинам. Помните их песню Sweet Child of Mine? У нее глаза, как самое голубое небо, которое думает о дожде. Суть в том, что если вы хотите говорить метафорами, а не по факту. Конечно, нет ничего плохого говорить все как есть, но это вызывает не такой эффект. У тебя красивые голубые глаза. У тебя красивые голубые глаза, как если бы они думали о дожде. Хоп, и этот комплимент гораздо лучше. Кстати, Guns N' Roses лучшая группа всех времен, согласно нет? Пишите в комментариях. Давайте поговорим о контексте. Итак, вы на вечеринке и у вас есть общие друзья. Это один контекст. Или вы на работе, и вы бы хотели поговорить с девчонкой из другого департамента. Как к ней подойти – это другой контекст. Вы в метро, и раньше никогда не видели эту девушку, и там есть еще пару людей, которые ждут поезд. Это подходящее место для комплимента. У меня есть друг, он познакомился со своей женой в метро. У него есть целая история на эту тему. Он оценивал ситуацию, они видели друг друга раньше, они часто ездили вместе, и он набрался смелости начать с ней разговор. Но в целом вам стоит отдавать себе отчет, как она будет себя чувствовать. Пугают ли ее ваши действия? Автор Маргарет Эдвуд вот как сказала. Мужчины переживают, что женщины будут смеяться над ними. Женщины переживают, что мужчина их убьет. Ну да, эта фраза может слишком драматична. Но если бы вы посмотрели новости с перспективы женщины, то что бы вы видели – на женщину напали и убили, на женщину напали и изнасиловали. И это очень прочно отложилось в подкорке у женщин. Нужно убедиться, что ваш комплимент будет восприниматься как что-то приятное, а не как угроза. Итак, следующий пункт может показаться как нечто обыденное, но женщины не любят брачные игры животных. Это когда мужчины свистят, выкрикивают или говорят всякие похабные вещи, стараясь привлечь внимание женщины. Большинство мужчин согласится, что это неправильно. Но почему это до сих пор случается? Думаю, что есть пару светлых мыслей в исследовании 1989 года. В нем говорится о том, что если бы мужчины свистовали женщины, им бы это нравилось. Это что-то, к чему они не привыкли, но им понравилась мысль, чтобы женщины показывали свой интерес. И скорее всего, отталкиваясь от этой мысли, ребята думают «О, если бы мне это нравилось, то, наверное, и женщинам это может понравиться». Должна быть какая-то статистика, но в исследовании нет цифр, что женщинам это нравится. Какое видео смотреть дальше, как насчет мужских предрассудков, на которые женщины не обращают внимания. Вы будете удивлены, сколько у мужчин предрассудков в голове, на которые женщины вообще не обращают никакого внимания.